Иван Павлович, вот по перикси водорода вопрос. Люди покупают, бывает, перикси водорода, упаковка, на которой написано, что она содержит бензоат натрия. Это пищевая добавка Е211. Вот у меня, кстати, такая вот упаковка есть, на которой это написано. Но на других упаковках это не написано. Значит, можно понимать, что раз не написано, то там и нету бензоат натрия. Да, конечно, и обязательно должны указывать ингредиенты. А бензоат натрия является необходимым продуктом, который консервантом является. Если вы открыли перекись водорода, она у вас постоит 20-30 минут, это уже не перекись. Это чистая вода. Атомарный кислород с молекулярным, он инактивируется. А натрий, бензоат, повышает его длительность. То есть не полчаса, а два-три часа. Вот и всё. Будет испаряться. Значит, надо, наверное, добавить, что концентрация этой бензоата натрия, она очень маленькая. Да, да и потом, даже если и большая, это ничего страшного нет. Ну да. Это необходимый элемент, кстати, который регулирует водный обмен в организме. Ну да, натрий. Натрий. Понятный вопрос. И одновременно он в данном случае является как консервантом. Значит, мы скажем так, что если есть возможность, можете покупать без бензоата натрия. Но учтите, что если вы откроете, он постоит, то оттуда, значит... Открыли, надо быстро закрыть. Быстро закрыть, чтобы... А здесь он подручил. Чтобы оттаварный кислород не испарился оттуда. Понятно, Иван Павлович. Продолжение следует...